Друзья, приветствую вас на канале InvestFuture. В этом видео мы с вами обсудим, какие три условия Китай выставил США для заключения торговой сделки, за что Банк России накажет Банк открытием, а также каковы перспективы акций Alibaba по мнению аналитиков. Эти и другие темы сегодня мы с вами обсуждаем. Смотрите видео обязательно до конца. Итак, новость номер один. Поговаривают, что торговая сделка между США и Китаем готова уже почти на 90%. Эта новость появилась еще в среду. И вот в четверг подъехали подробности. Через одну из официальных китайских газет была запущена новость о том, что Пекин в целом заинтересован в заключении торгового соглашения на полях Большой двадцатки на этих выходных. Им также имеет там три условия к американскому правительству. Если эти условия будут выполнены, то, соответственно, мы получим финальное решение по сделке. И все было бы хорошо, только вот эти условия звучат как-то не совсем реалистично. Давайте расскажу. Во-первых, Пекин настаивает на том, чтобы Белый дом отменил запрет на продажу американских технологий китайской компании Huawei. Второе условие. США должны отменить уже введенные пошлины против китайских товаров. И в-третьих, отказаться от попыток заставить Пекин закупать больше американской продукции, чем уже было согласовано на встрече в декабре. И мы видим, что да, источники в Пекине рассказывают, что идея перемирия имеет широкую поддержку. Но если мы посмотрим на эти три условия, то становится понятно, что это то, на что Дональд Трамп ни в какой ситуации не пойдет. Потому что таким образом он сотрет, в принципе, весь смысл торговой войны, которую он же и развязал. Эксперты МВФ подсчитали, что торговая война обойдется мировой экономике в 455 миллиардов долларов в год. Это сумма, сопоставимая с ВВП Южноафриканской республики. Я напомню, что Трамп и Си Цзиньпинь встречаются в субботу, 29 июня. По предварительным прогнозам в 5.30 по Москве в субботу пройдет встреча с утра. И, соответственно, я напомню, что ранее планировали встречи еще в мае, но она не сошлась из-за того, что лидеры двух стран не сумели договориться. С тех пор президент Трамп поднял тарифы, уже действующие на сумму в 200 миллиардов долларов товары. Дальше запустил процедуру подготовки пошлин на товары стоимостью еще в 300 миллиардов долларов. Ввел санкции против компании Huawei, фактически отрезав ее от американских технологий. Им также грозится аналогичными мерами против пяти китайских компаний. Китай со своей стороны также ввел тарифы на американские товары, выпустил список неблагонадежных иностранных компаний. И вот что американской экономике совсем опасно, пригрозил ограничением на экспорт в США редкоземельных металлов. Они используются в производстве высоких технологий и Китай контролирует большую часть мирового предложения. Кстати, квоты на экспорт редкоземельных металлов в Китае применялись вплоть до 2015 года. Но затем в результате переговоров по линии Всемирной торговой организации были отменены. Так что мы говорим, что Россия располагает сырьем и вот этим она вставит в зависимость другие державы. У Китая тоже есть что-то интересное, что обсуждается не так широко, как нефть, но не менее востребовано в современной мировой экономике. Довольно интересное наблюдение. Пишите в комментариях, друзья, как вы думаете, будут ли какие-то успехи достигнуты в эту субботу. Честно говоря, вот исходя из этих трех условий, которые я сегодня встретила в СМИ, у меня появились большие сомнения в успехе этой встречи. Новость номер два. Европейский центральный банк может понизить процентную ставку уже в сентябре этого года. Такие прогнозы опубликовали эксперты Bloomberg. Предполагается, что на июльском заседании 25 июля Европейский центральный банк может изменить свою формулировку, а на сентябрьской встрече уже на 10 базисных пунктов ставку понизить и увести ее еще глубже в отрицательную зону до уровня минус 0,5%. Это может потребоваться, чтобы расшевелить экономику еврозоны. Но такие опасения стали нарастать после высказываний главы ЕЦБ Марио Драги в последние дни. В частности, была формулировка о том, что потребуются новые стимулы, если прогнозы по экономике не улучшатся. Также Драги, цитата, сказал, что продолжительная неопределенность, обусловленная во многом торговой напряженностью, означает, что понижательные риски для роста и инфляции материализовались. Сейчас я напомню, в заявлении ЕЦБ по монетарной политике содержится довольно осторожная фраза о том, что ставки останутся на текущих уровнях, по крайней мере, до конца первой половины 2020 года. И на самом деле раньше такую формулировку можно было расценивать как раз-таки как сигнал к тому, что ставки не будут повышены вплоть до следующего года. Но сейчас, как полагают многие эксперты, формулировка может быть изменена именно до таких вот понижательных прогнозов, как подготовка к сентябрьской встрече, где этот прогноз будет реализован. Но ЕЦБ, я напомню, не одинок на поляне монетарного стимулирования в этом году. Федеральная резервная система, Американский Центральный Банк, также у нас планирует понижать процентную ставку. То есть здесь ЕЦБ у нас далеко не одинок. Правда, по поводу ФРС стали возникать вопросы после выступления Джерома Пауэлла, главы Федрезерва, на этой неделе. Он подчеркнул, что на регулятор оказывается давление политическое. Понятно, что имеется в виду фигура Дональда Трампа. И Пауэлл заявил, что пока не уверен, что будут достаточные основания для того, чтобы понижать процентную ставку. Ну, то есть попытался каким-то образом охладить ожидания рынка. Что, кстати, мгновенно остановило рост американских фондовых индексов и рост развивающихся рынков. Но, тем не менее, все-таки пока консенсус такой, что и Федрезерв тоже будет понижать. Хотя, вот интересно, если у нас изменится такое положение сил, то есть если ЕЦБ действительно будет готовить рынки к понижению, а Федрезерв вдруг изменит свою риторику на более жесткую, то тогда мы можем увидеть снижение курса пары евро-доллар. Достаточно заметное, интересная может сложиться ситуация, будем за ней внимательно наблюдать. Ну, помимо двух ведущих центральных банков, другие также присоединяются к валютным войнам, то есть к понижению ставок, ослаблению своих национальных валют. В частности, Австралия, Индия, Чили и Россия уже начали смягчать монетарную политику. И, по всей видимости, к этой череде центробанков присоединятся в скором времени и другие регуляторы. Так что не очень хорошая ситуация складывается здесь, когда рынки перегреты, есть риски возникновения пузырей, и регуляторы по всему миру начинают повально смягчать политику, что подталкивает индексы наверх. Это может означать, что рынки где-то вблизи достижения своих пиковых значений, а потом может последовать резкое падение. Ну, как не очень хорошее. Для тех, кто собирается покупать на долгосрок, это как раз-таки лучшее состояние рынка. Китайский гигант онлайн-торговли компанией Alibaba открывает китайский рынок еще шире для иностранных инвесторов. Дело в том, что компания запустила англоязычную версию сайта Tmall Global, и предполагается, что это упростит доступ продавцов со всего мира. Если сейчас на площадке представлено 20 тысяч брендов из 70 стран мира, то через три года их может стать уже 40 тысяч. Компания откроет доступ на рынок нишевым, малым и средним брендам из разных стран, что усилит позиции Alibaba и может помочь компании как раз-таки пережить торговые разногласия между США и Китаем. Как полагают многие эксперты, эта новость является позитивной для акции компании и может спровоцировать ее рост по крайней мере на 30% в ближайший год. Я увидела очень много прогнозов, в частности и от американских аналитиков, которым рекомендуют присмотреться к акциям Alibaba прямо сейчас, так как в мае у нас было довольно резкое падение как раз-таки из-за торговых неопределенностей. Сейчас они считаются недооцененными и имеют хорошие перспективы к росту. Есть такое консессус мнения на рынке. У кого есть акция Alibaba или кто подумывает купить, друзья, пишите в комментариях, обсудим. Тема номер 4. Центральный банк оштрафует банк открытия за неправильный слоган. В чем здесь дело? 27 июня банк открытия, который в настоящий момент находится на санации Центрального банка и который почти на 100% является государственным на данный момент, презентовал новую стратегию продвижения и позиционирования бренда. В частности, в рамках этой стратегии банк презентовал слоган, который звучит как «Открытие Государственный банк нашего времени». Послом этого бренда должен стать музыкант Василий Вакуленко, он же Баста. Кстати, интересно, это, по-моему, первый прецедент, когда рэпер представляет такую солидную финансовую организацию и вообще, собственно, является лицом такой яркой рекламной кампании. Напишите в комментариях, как вы считаете, хорошая ли это идея? Насколько рэпер Баста вызывает у вас доверие и кажется вам таким вот солидным, приличным лицом для крупной финансовой организации? Мне, кстати, некоторые песни Басты нравятся, в частности, песня «Сансара». Меня не смущает эта персона в виде лица банка «Открытие». Так вот, Центральный банк категорически недоволен тем, что слово «Государственный банк» в слогане «Открытие» может быть использовано, так как это противоречит интересам развития конкуренции в банковской отрасли, так как получается, что, используя слово «Госбанк» в слогане, «Открытие» как бы выставляет себя более надежным, чем другие банки, хотя по факту это может не соответствовать действительности. Ну, тут нужно помнить, что сейчас «Открытие» действительно является государственным банком, но в 2021 году регулятор планирует продать его акции, хотя вот в руководстве «Банка Открытия» заявили, что ну пока-то мы государственные, поэтому почему бы нам об этом не рассказать? Такая вот небольшая банковская история. И последняя, пятая на сегодня новость. Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району города Новосибирском заблокировала счета индивидуального предпринимателя Жерара Депардье. Напомню, что в 2013 году Депардье получил российский паспорт для того, чтобы сэкономить на налогах после того, как во Франции ввели налог в 75% на доходы, превышающие 1 млн евро. И вот мы видим, что хотел человек сэкономить на налогах, но наши налоговые органы также не лыком шиты. И с 20 июня приостановлены операции по счетам в ВТБ, Газпромбанке и КС-банке. Сумма долга перед бюджетом Новосибирска не уточняется. Но это уже не первая история, потому что ранее в Москве столичная налоговая заблокировала счет ООО «Продюсерский центр» Жерара Депардье в банке ВТБ. И до сих пор блокировка остается в силе. К Депардье выставлены претензии на сумму около 19 тысяч рублей. Я напомню, что он был прописан в Саранске с 2013 года. У Депардье есть квартира в Грозном. Но в прошлом году он прописку сменил на Новосибирск, известный французский актер, ссылаясь на выгодное географическое положение. Депардье ранее заявлял, что планирует снять цикл документальных фильмов о России. Но вот служба судебных представов по Мордовии сообщила в прошлом году, что не смогло взыскать Депардье долг в 1113 рублей. Зачитаю несколько ваших комментариев. Мы обсуждали отмену НДС при покупке золотых слитков. Эта инициатива сейчас активно продвигается в правительстве. И вот Ghost Vision пишет. Отличная новость про золото, если и правда уберут налог. Еще бы на бензин налоги убрали. Имя и фамилия пишет. На покупку золотых монет нет НДС. Откуда вы это взяли? Вы правы, я оговорилась. Золотые монеты у нас НДС не облагаются. У нас было видео про покупку золота, где я как раз про это рассказывала. Ну и напоминаю также, друзья, что у нас на канале проходит конкурс. Мы разыгрываем книгу Трампа с моим личным пожеланием для победителя. Этот конкурс проходит у нас под видео «Куда Трамп ведет Америку». Ссылку на этот ролик я оставлю внизу. Успевайте поучаствовать. Принимаем ваши комментарии до вечера пятницы. И уже на выходных объявим имя победителя. Желаю всем большой удачи. Спасибо, друзья. На этом у меня все. Заканчиваем. Пожалуйста, не забывайте ставить лайк, если было полезно. Подписывайтесь на наш канал. Здесь будет еще много полезных видео в ближайшее время. Жмите на колокольчик. Пишите в комментариях все, что думаете по темам, которые мы сегодня обсуждали. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта InvestFuture. До новых встреч на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok